Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 идиоты. Почему Гая в первом акте говорит, ты в молодости была точно такая? Он же тоже не идиот-то, Гая, да? Почему эта реплика? Ну, все не знают, как её играть, потому что, ну, значит, такая, ну, вроде весёлая, или я не знаю, какая. А при этом, он говорит, она порочная через одну сцену. Ты в молодости была точно такая. Порочная имеет в виду, он следует душевным порывам, отдаётся, следует, тот пил, да, и она ему во всём потакала и помогала, пошла за ними, ну, это вышли не из отворения, ну, ладно, ну, конструкция одна и та же. И вот тут есть такой момент, в котором вот это неслышанье возникает как бы в двух ипостасях. Первое, о котором мы сейчас говорили, да, когда слышит что-то большее или другое, чем говорит партнёр. Слышит другое. Есть момент, который потом поперешёл к абсурдистам, когда говорит именно потому, что другое не слышит. И тут второй акт, сцена, великая сцена, на мой взгляд, откуда потом абсурдисты пошли. Он, Андрей и Ферополь. Вот этот, помните, знаменитая сцена. А если ты слышал, то я бы не говорил. Когда он делится с ним, что я бы сейчас был в трактире, сидел в Москве. Единственный человек, с кем он может об этом говорить, это с Ферополь. Но именно потому, что Ферополь не слышит. Но ужин заключается в том, что строя эту сцену, мы, как правило, делаем такую вещь. Он говорит, а Ферополь в другом измерении. Он там, это, Москва, да, когда-то горелый, да, уже пассажа в Москве. Все-таки смешно у меня была история. В Америке один артист, очень хороший артист, который играл Ферополь. Спустя три недели уже скоро вообще пора играть. Пока, говорит, вы знаете, Ферополь очень образованный человек. Я говорю, чего это? Ну, чего это? Ну, что это? Ну, как-то, он по Наполеону знает. Нас говорит, Наполеон, но его очень образованный человек. Так вот, эта сцена строится, как правило, что Андрей ему что-то говорит, а этот в другом измерении, да. И, ну, подает такие смешные реплики в никуда, да. Вот помню Наполеона, да. А суть заключается в том, что этот диалог в глазах в глазах. Он, понимая боль, ничего не слышит, видит собаку, да. То есть, он, как собака, чувствуя, что хозяин чего-то не в том состоянии, на своем собачьем языке, ему подбывает что-то совсем другое. И внешне, отсюда вот можно, как сурдистом, я говорю, вытаскивать, да. Они разговаривают, а этот даже и забыл, что он не слышал. Потому что интонационно он ему говорит, да, я помню, когда Москва горела, да. А этот, говорит, я бы сейчас с таким удовольствием бы сидел. И Дотома. И вдруг в конце этот приходит в себя и понял, что он собаке рассказал. Ну, даже не хочется, но собака такая хорошая, даже тут вроде, ну да. И вдруг он понял, что с ним происходит, да, что ему не с ним говорить. Он говорит, тут посмотрел, он говорит, а если кто слышит, то я не говорю. И тогда абсолютно, ну, крытысковая сцена, да, какая-то, ну, есть третий вариант общения, когда слышит, но не понимает. Это сцена третьего акта между, это трагический момент. Между Ольгой и Наташей. Когда слышит, старается понять, но не понимает. И от этого можно сойти с ума. Но сойти и одной, и другой. Откуда рождается истерика Наташи, когда она топочет ногами и кричит, да, кричит, потому что можно свести с ума. Ведь история-то очень простая. Она по конструкции повторяется абсолютно в вещневом саде. Элементарная. Есть столик бабушки, кресло бабушки. Мы переезжаем в новую квартиру. Малогабаритное. Кресло большое. Оно не годится для этого квартира. Не годится. Ну, занимает полкомнаты. И он это выбросил. Один может взять это кресло и на свалку. Другой говорит, я не могу. Это кресло бабушки. Тут сидела покойная бабушка. А что жена говорит? Ну, это, ну, ты же видишь, оно не помещение. Оно не гадь. Да, я вижу, пустает. Как пустает? Ну, ты же, а аргументов никаких нет, кроме того, что это кресло бабушки. Это, и поэтому, она-то же все так аргументирует. Ну, что, говорит, ну, она же не работает. Она говорит, ну, пусть не работает. Я тебя не понимаю. У нас есть это, да. У нас есть уже три кресла, да. Мы купили новый карнитур. У нас есть, если это, если это, есть диван. Это почему? Зачем? Зачем? Какой смысл держать еще вот это? Не важно. Пустый. Один может выбросить, другой не может выбросить. Вот это вот. Эта ситуация полностью разработана вещами с Амзади. И там она, ну, ну, просто вот, вот все. Больше ничего. Сад не плодоносит, вишни нету. Да? Никакого смысла, как говорит Лопатник, кроме того, что он большой. Говорит, ну, это замечательный сад, да. Говорит, ну, замечательный у нем только то, что он большой. А так, ну, на нем сидеть нельзя, на этом кресле пружины торчат, да. Он говорит, вишни они раз в два года, да и то никто не покупает, она никому не нужна. И на кресле этом сидеть нельзя. И Анфиса не может работать. И вот тут третий тип, вот, нового диалога, да. Анфиса, когда слышит, пытается понять, и понять не может. А это, ну, естественно, тоже ее понять не может, но у нее нет никакой аргументации. Ну, никакой. Поэтому, конечно, актриса, которая играет Наташу, должна играть победителя. И чувствует себя, ну, то, что называется, правой. Не просто сказать, там, ищи, как мы с вами словом, тебе добрый, там, ищи, ты злой, или наоборот. Ну, вот и тогда. Нет, а по сути, если человек мне ничего не может объяснить. Мало того, она же чувствует, что это сама понимает. Что она не работает. Ну, объясни мне. Но она же не работает. Пусть не работает. Как пусть не работает? У меня есть это. Дальше, она перечисляет, там, не сняет, есть еще одно. Вот, зачем нам еще вот это? А это ужасно меня смотрит. И этот момент такой, третьего варианта диалога, вот, слушаю, не слышу, да. Ну, вот, который мы разбирали, да. Есть тема. Я думаю, что смачиваю все, понимаете, все развитие, так сказать, всей этой ситуации. Кстати, вот мы там касались военных сначала. Вот эта тема для чего важна? Для чего понимания? Что сделает УЗБ? Бросить армию? Это гораздо больше, чем уйти из администрации президента Путина. Это поставить крест на всем. Тут уже не могут быть варианты. Будет ли Путин, а другой, потом вернусь. И так далее. Варьи не возвращается. Не возвращается. Он ради нее, вообще, там, ну, он парадоксалист, конечно. Некрасивый Тузубак, как он с Ириной говорят, что он некрасивый. А оказывается, мужчиной по личности настолько сильнее и выше Вершинина, но влюбленного майора. Его как-то назовут тогда, да, влюбленного майора. Так, и в начале четвертого акта, поэтому, как сказать, они фотографируются, уйдете в нашу, уйдете в Польшу, вы встретите, скажете, Кохана. Вы помните, да, там, вот эти псевдотики были. Не, не, а Кулыбин, говорите, помню, да, скажете, Кохана. Ну, то есть, имею в виду, что будет у вас новый роман, и так, и так, и так. А этот бросает, ради нее остается в этом городке баронный. Это поступок невероятной силы. Поэтому, когда Ольга говорит, я бы вышла за барона, да, это непросто, ну, всегда играет, это как, кстати, я неправильно делал, я тоже как-то, как негнятный. Я сейчас когда думаю об этом, надо делать иначе. Ольга оценила этот человек, я бы вышла, вышла бы. Ну, играет, как трагедию Ольги, что вот я бы вышла за барона. Это неправильно, это неправильно. Это такой, это такой мужественный поступок. Ради нее бросить армию, и это никто не понимает, над ним смеются. Но, над ним смеются. Он бросит больше, чем театр. Вообще, все. И остался тут, и сопровождает ее с телеграфа, значит, сюда. И поэтому мне, наверное, говорила, что в Амхатовской, я, наверное, просто спрашивал Ахмелёвых, которые играли в тузомбаке, я спрашивал, ну, в чем там было такой смысл, в чем там. И мне Мария Васильевна одно сказала, вы понимаете, когда он уходил на дуэль и просил Ирину, вообще, говорит, Ирину так ненавидел Сау. Так, говорит, ненавидел Сау. Когда он просил, скажи мне что-нибудь, и она им не говорила, она, ну, вот она мне, значит, это говорила. Она просто говорит, все были так. Ну, Камелёв был великий артист, понятно, но игра, где мои, именно это. И поэтому он оказывается вот настолько, да, сильнее, мощнее. Ну, и там очень важная вещь. Ну, почему, все-таки, что было поводом для сюжета? А как там вы разбирали с автономом? Что, что, почему дуэль произошла? Ну, почему произошла дуэль? Кстати, я вам расскажу, Мария Васильевна, у меня есть письмо. Приезжал, был такой режиссер, вы его не знаете, но люди старшего поколения знают, Адам Ханушкевич. Это был, он возглавлял национальный Варшавский театр, Пан Ада был, замечательный артист. Режиссер был такой эффектный. И, ну, польский, с блеском, с выгулкой, шикарный. Хулиган. Ну, а? Хулиган. Хулиган, мотоциклы там, это в то время, по залу. И он поставил «Три сестры» как абсолютную комедию. Сам играл с Аленовым. Но привозил, я действительно так не видел, но мы привозим в Москву. Вылетит, да? Привозим в Москву. У меня есть письмо Мария Васильевна, значит, который пишет, что привозили «Три сестры». Ужасно. Значит, как комедию. Ужасно. Только один артист понимает Чехова, который играет с Аленовым. Правильно? И не комедия была. Был первый арт комедии. Люди были все как бы смешные, нелепые. А второй арт был трагедией. И получалось, что какой бы человек ни был, его страдания подлинные. Ну, что было? Не смешно он написал, что только один артист понимает Чехова. А Дружкиневич, она фамилию спутала. Ну, видимо, наверное. Ну, нет, не буду смотреть. Понятно. А вы с Аленовым, секундочку, сколько вопросов на лице. Десять пудов людей сказал, да? Не высказали, да? Я сказал, Чеховского. Потому что тут есть еще вот это жуткое, соленого... Как это? Какая-то замечательная роль. это нечто подобное конфликту с Альери, да? Я даже сказал, почему барону можно обмануть? Вот это основа... Вот это основа... Это вот как бы... Что человека сжигает, да? Что человека уродный. что не умещается в голове. Ну, кстати, это же происходит с Ягой. Это происходит с Ягой. Потому что он с ума сходит только одна одна мысль. Почему он еще и черный, как все равно... Он... Почему ему так везет? Ну, вот... Ну, с Альери... Это очень саморазрушающийся человек, да? Как бы... И очень важна сцена между соленым и Ириной. Он говорит... Вы знаете, ведь есть, что простить не может. Что он стоял на коленях перед ней. И после этой сцены он говорит, что счастливого соперника у меня не будет. Потому что простить то, что он открылся, да? Это... Это дальше не простить. Он это не простит. И ему не простит. Но, поскольку я заговорил о силе Тузенбаха, то возникают вопросы. А что за дуэль? Почему она состоялась? Что явилось поводом для дуэли? Там какая-то странная история. Ну, да. Вот он сказал, что он его вызовет на дуэль, да? Он все время провоцирует Тузенбаха. Ну, это понятно. Все время его вызывает, провоцирует, дергает. Ну, если он оставил артистам, нам всем, да? Какую-то такую зону непонятную. Говорят, а что случилось? Что случилось? Почему он его вызовет на дуэль? Он чем-то оскорбил, да? Он говорит, он что-то сказал. А этот, а что произошло? Ну, вот эту картину необычательно надо выстроить. То, что он рассказывал, для того, чтобы артист этого мог играть. То есть, вы могли играть, да? Ну, что произошло? Ну, он вот хотел выиграть. Все время. Он и этому сказал, что вы раньше уберете, я вам сажу пулю. Ну, так же нельзя играть. Вот всегда... И он сам, как говорит, у меня руки пахнут трубой. Да, помню. Руки пахнут трубой. Ну, перед уходом, да, до этого кусочка. Вот все время Тузубак говорил полно. Полно вам. Полно, да? Он вот разнит, а этот все же говорит полно, полно. Мало того. Ну, давайте помиримся. Ну, что он ко мне сделать? Я вот из армии. Давайте выкинем на Прудершат. Даже помню Тузубак говорит, что давайте выкинем на Прудершат. Так же рассказаны истории, понимаете? И я вам еще, то есть, ну, один из вариантов. Хотя я убежал именно в этом варианте. Что он оскорбил Ирину. И Тузубак, потому что тогда это продолжается тема Тузубака, вынужден был его вызвать на дуэль. Потому что произошла честная дуэль. Ну, это честная дуэль. Понимаете, она такая. Завтра меня Кассиус Клей вызывает на честный поединок по боксу. Ну, договариваются. Девять. Краундов. Ваша пытанка. Судья. Все будет. Ну, что, помните замечательная репка Чугутыкина, когда он говорит оборот. Ну, он рассказывает, что это дуэля. Да. Он говорит оборот. Он говорит, что оборот. Что оборот. То есть, а суд там, текст только такой. Они встретились возле театра. Возле театра. Да. Возле театра. Кстати, возле какого театра? Городочек-то не такой уже совсем. Все-таки театр есть, да? В интернете. Ну, наверное, он представлял договорок. Встретились возле театра и чего-то соленый сказал, да? И почему-то оскорбил воронок. Ну, почему он до сих пор оскорблял? Значит, он, наверное, сказал там Ирина. Да? И этот был вынушен ему в вызову патуре. И тогда он уходит ради нее. И мало того, тут есть такая вещь. Почему? Я понимаю, как говорят, что надо так сцену выстроить. Что... Сейчас скажу как. Надо выстроить сцену так, чтобы было понятно, что Мария Иосифовна сказала про Хмелева, что, может быть, если бы она сказала, он не погиб. Он ушел на дуэль уже погибшему. То есть до этого у него была все время какая-то... Ну, понимаете, да? Тут у вас же не сюжет, а второй сюжет. Но все бессмысленно. Когда он сказал, вот там же буквально соединялись. Что-нибудь. Ну, скажу, что, что. Ну, что-нибудь. И тогда он как бы... Получается, что она его убила. Но по внутреннему сюжету. Тогда возникает... Я это знала, как... Как... Ну, я не хочу там приблизительно слова сейчас подыскивать, но как приговор себе. Но, во всяком случае, как ощущение. Я знала и ничего не могла перебороть себя, да? Не могла произнести то, чего нету, да? А в то же время убинули его. Есть еще одна тема, которую надо решать. Это... Хотя я бы с удовольствием поговорили еще о сцене. Машеву вершину, наверное, ситуальную сцену. Но... Влезни мало. Потому что это действительно гениально. И вообще-то жуткая история. Вот представьте себе. Ведь они же скоро ушли. Они почти не были вместе. Вот они убегают после этой сцены, да? И потом... И сразу уходят. Вот открытие тут заключается в одной такой вещи. Тут как-то пьеса идет на нескольких этажах. И вот когда на бытовом, символическом, да, закодированном, и между этими этажами все время курсирует лифт. Вот как только лифт не срабатывает, и мы остаемся на одном этаже, да, так пьеса становится плоской. Так сразу. Вот на втором этаже. Или наоборот. Мы все время на пятом, но второй не спускаемся, и тоже становится плоской. И вот эта вот сложность... Поэтому появление новой европейской драмы привело к появлению режиссера. Ну, дирижер кто-то... Надо этим продирижировать. Где второй этаж нажать кнопку, а где пятый? Чтобы как-то продирижировать. Тут нельзя просто... Ну, я как в отелло. Но гениально играют отелло, а остальные не ваши. Все замечательно. Все равно будешь получать удовольствие спектакла. Какой-то гениальный артист в салюте играет, да? А тут не выйдет. Но напротив может выйти другое. То, что произошло в Чайке, это же немыслимо. Две главные роли завалены. Роксанова и Станиславский. Который полностью завалил Тригорина. Просто человеку пишет сестре, что за идиотство. Просто так и пишут. Что за идиотство? Что он играет вообще? Что за идиотство? Не согласны ли я, Люба? Чего, говорите? Я считаю, что Чехов навык понимал в режиссуре. Ну, конечно. Он был еще слишком литерат. Нет, у меня другая. Поэтому, что это все-таки... У него был комплекс. Он, может, и понимал. Но он хотел понять, что он, как драматург, значит без Саниславского. Да. Потому что, когда все говорят, что... И так их было. Что никогда бы ты не стал драматургом, он себе поставил Станислава. Я не хочу, чтобы меня стали вообще... Но потом не видно на успех, признание. И дальше... Как хочется понять, что значит мой текст без комаров, без сверчков, без ухищрений. Вы помните это письмо жуткое? Он пишет по поводу... Он в Вишневом саду. Одно из последних. Что он бы хотел просто, чтобы на сцене была там кровать или диван, два стула. Вот без этих всего Станиславского, без его фантазий. И описывает спектакль Александринки. Часть не провалена. Но релиз... Знаете, такой был режиссер. Ну, как ровко. Да. Он замечательно написал о Вишневом саде. Он просчитал там все. И написал, что Чехов в Вишневый сад ввел все то, что должен был бы ввести Станиславский. То есть и звуки, и комаров. Все, все, все. То есть он избавился от режиссера, срежиссировал больше, чем обычно. Это... Тонко, но не глубоко. А я вам скажу почему. Но это мы уйдем в сторону сейчас Вишневого сада, хотя это одно и то же все. Мне кажется, у меня другая концепция. Может быть глубокая, но не тонкая. Она заключается в том, что он писал, что это комедия и не принимал спектакль Станиславского, потому что Станиславский сделал то, чего он меньше всего хотел. Он создал о себе миф, как о ироничном и очень... И этому мифу поверила вся Россия и книга тоже. Чехов поставил спектакль, показал его в таком виде, как он меньше всего хотел выглядеть. Нежно, душевно. И он закрылся. И вообще мне кажется, что в Вишневом саде вот все, что касается клоунады, шарлоты там всего, он тщательно скрывает истинную суть. Он закрывается, закрывается, потому что не хочет выглядеть ранимым. Он создал образ, он создал амплуа, он создал свой образ, и Станиславский его разрушил. Взял и всем показал, что он какой страдающий, тонкий, нежный. А он из всего хотел выглядеть. Ну, а ладно, это другая тема. Может и Ремис правы, и я, и даже Станиславский. Но есть еще одна тема, вот которой кто и кто. Это вот эта вот тема, очень касающаяся сегодняшнего дня, мне кажется. что, кто кого побеждает, что вот эта проблема с креслом, да, как я говорил, что, 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 что поражение становится победой. То есть они, что произошло, они, Ирина, Ольга и Маша не скурвились. У них был один путь, или скурвиться и вступить с ней в жуткую борьбу, растаскивать стул и за дом, или уйти, сохранив себя. Вот это очень важный момент. Сейчас кто-либо поможет, потому что она открывает рот. Нет. С чем-то не согласна. Нет, Римочка, вы же мне помогаете очень. Мы же так редко с вами разговаривали. Они все-таки, они уходят. Ведь Чихово режиссерский сделал здорово, выбросив третий акт за дом, в экстерьер. Это талон режиссерский, ну, помните, три акта идут в доме. Это для режиссера вообще интереснейшая вещь. И четвертый акт выбрасывают во двор. Такой режиссер мог, он бы написал действия в доме, а режиссер бы придумал и выдал. А он сам это выдал. Их выбросили на улицу. Они выброшены из дома. Доми чужие люди. Там будет их, там, родополков. Они все действие идет во дворе. Замечательно. Замечательно придумано. Пластически замечательно. Очень здорово. А вот они выброшены и, как бы, вот, есть у него такой парадокс. У него такое другое понимание ума. Вот почему там умный Петя рядом с Раневским выглядит дурачком. Ну, вот, объясняет мне. Умница, да? Но когда он начинает с ней вот центральную сцену третьего акта, он говорит, как дурачок перед ней. А Малкова, она ему говорит, что вы еще гимназист. Чем Малкова добавляет второго класса. Так вот, как бы, они проиграли. Борьбу за сюжет они проиграли. Она их выбросила. Они в будущем уйти. Им места нету тут. Им места нету. Они уезжают. Понимаете, вот, скажем, Галич, которого некоторые знают, не самый любимый мир Барк и поэт. Но кадры, когда он с гитарой идет в полетном поле в аэропорту, это три сестры. Понимаете, вот, когда человек с гитарой выброшенный отсюда, да, вот, не с чемоданом, да, с гитарой идет к самолету, это, вроде бы, по сюжету проиграл человек, да, выброшенный, а победил, а остался, как бы, а не выброшенный. Мысль опасная. Ну, как бы, интеллигенция побеждает, отступая. Опасная. Для утилитарного понимания. Для такого утилитарного понимания. Но, по сути, сохранение, как бы, себя, да, ну, как это, сохранение кресла, да. Они что, унесли этот сад с собой, в финале, и Галеву это внесли, а эти внесли память отца, ну, не сходились, не собачились, ну, чтобы было два, или вступить в прямой конфликт, значит, потерять себя. Ну, и чем бы кончилось? Вообще-то заведомо ситуация проигранная. Причем проиграли они. Это тоже еще один один. Вот это симфонизм построения очень важен в этих пьесах. Потому что, ну, раз пустили, ну, так нельзя было пускать его. Ну, а что делать? Пускать надо было. Да, Пушкин, что, Римма, ну, скажите, что? У меня на это все совершенно другой точка зрения. Ну, в следующий раз я пришел вас слушать. Нет. Ну, какая-то, да. Встаньте, пока, Климпал. Зачем? Какая? Да. Вообще, Сатры бесконечно виноваты перед Наташей. Потому что все игнорируют одну простую вещь. Вот вы говорили об этом самом, ну, как это, команда, как... Да, что она часть этой группы. Вспомните, с чего начинается ее судьба в этом доме. Эти интеллигенты, тонкие люди, высмеивают девушку, которую перевели в брак. Подожди. 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 Действительно доводят до слез, прекрасно понимая, почему она пришла, что она влюблена и так далее. Где их тонкость? Где их интеллигентность? И почему они не ждут от Наташи, когда она пришла, соответствующего сопротивления? Это сложнее вся история. Почему? Соответствующего сопротивления и отношений. Потом. Почему не уступить ребенку комнату без просьбы? Тут много вопросов. Я много вопросов. Ага. Вот прочтите. Представьте себе, что вы Наташа. И прочтите пьесу. И вы поймете, что все с этой интеллигентностью и с этими сестрами не так просто. И не так просто с Соленым. Скажи, Пушкин интеллигентный человек? Не знаю. Он гениальный человек. Он гениальный. Это другое. Ну вы знаете, почему у Пушкина была железная палка? Он же ходил с невероятной троси. Он был физически очень сильный человек. У него была палка невероятная. Знаете почему? Почему? Быдлопись. Да? Быдлопись. Это у него записано. Я знаю все пушкинисты. Не разбираться. Вот пошла. Иди пояс переодеть. Вон отсюда. В этом поясе ты у нас ходить не будешь. Вот и все. Я со стороны Наташи прочитывать это не буду. Не буду. Это пошлость. Он сказал, что она пушила. А? Подождите. Да она беременна от Протопопова. Что-то не ясно что ли? Как то? А что Протопопов прислал сюда? А почему Протопопов? От кого второй танчик? Что он мне рассказывает? Станиславский. Станиславский интеллигентный человек. Станиславский и гений. Станиславский говорит, в России нельзя жить без пистолета. Стрелять надо было сразу на порог не пускать. Нет. На порог. Это ошибка всей интеллигенции вообще. Подождите. Я преувеличиваю. Но все-таки с Наташей очень упрощает меня. Режиссер. Очень упрощает меня. Ее гениально назвал Немирович Датчик. Не надо мне про Немировича. Но он не последний человек. Нет. Он дал замечательно. Он иногда точно дал. Он сказал, шершавое животное. Замечательно. Он любил других женщин. Он и разный. Но дело не в этом. Дело в том, что... Ну как, она же на голову сядет. Какую комнату? Они ей уступают комнату. Все. Сдача позиций идет по частям. Сначала пустили застой. Потом разрешили, чтобы не могли еще сказать Андрею. Потом отдали одну комнату. Она влезла во вторую комнату. Потом она родила Протопопова второго ребенка. Это понятно. Там есть такая фраза, насколько я помню. Там Протопопов приехал на тройке. Я сейчас... Ну куда она уезжает? У нас Протопопов уезжает. Причем... Римма, вы как феминисты. Я посылаю всякие подарки. Там, по-моему, пирог от Протопопа. Пирог качал. А потом это Таляску, а нянчит... Этого понянчит Андрея, а этого Протопопа. А потом все могут говорить, что вы заберели... Нет, извините. Во-первых, можно я прям чуть-чуть вам скажу? Дело в том, что Ольга... Насколько вы помните эту сцену, когда она приходит в розовом платье и в зеленом поясе, Ольга не при всех за столом сказала, что ты неправильно одета. Она ее интеллигентно отвела. Ну, насколько я видела постановку, насколько я представляю. На вас зеленый пояс. Она сказала интеллигентно и не при всем... Ну, как никогда был столом. Не публично. Не публично. А насколько вы помните... Я не знаю просто... Насколько у меня это в памяти. Она говорит, что там Протопопов приехал на тройке. Ну, замужняя женщина... Она уже была замужем за Андреем. Она поехала кататься на тройке. Знаете, я не знаю как... Можно рассматривать как угодно, Ну, просто это открыто... Открытым текстом написано. Я нисколько не говорю, что роль Наташи плохая. Нет, она просто реально вот... Ну, как... Ну, просто реально люди были интеллигентны. И вот... Мне просто некоторые ставят... Ну, как бы... Я не знаю, как у нас было театр просто... Что... Это далеко не в этом городе. Ну, не важно. Ну, в каком городе? Это город Оренбург есть такой. Там театр... Вот... К сожалению, там больше не работали, но это не важно. В общем, там было так построено, что Наташа начинает оводевать домом. И там уже в самом конце, когда в начале они... В начале они расставляли... Там даже, что не зацена была в начале, они расставляли стулья, там прислуга, что-то. А потом уже в конце, вот в этой сцене, где этой старухе здесь не место, героиня, которая играла Наташу, она сама расставляла стулья и столы. То есть она была хозяйкой. И как бы акцент в этом шел. Извините, пожалуйста, я очень много времени. Я Риму понимаю в одном. В театре обращаются с ней ужасно. Потому что Тироль, давайте сказать, что самая очаровательная песня. Это правда. Самая очаровательная, это абсолютная правда. Ее нельзя прикатурить. Потому что в том диалоге, который я вам приводил, она и Ольга, да, она без вины виновата. Но не виновата она, что она не знает высшую математику. Но не виновата. Это правда. Она не виновата. Она не виновата, что она из другого участвует. Она не виновата, что ее так встретили. Если бы меня так встретили, я бы тоже, может быть, нести ее. Но она даже не понимает, нести ее. Рим, понимаете? Ну, потому что она простовата душевна, она не может отшутиться, потому что она такая, да. Ой, я заплакал Какая-то такая немножко Не тонкая организация Не тонкая, да Своя правда, естественно Почему вы должны к не тонкой организации Относиться иначе Друзья, тут есть одна такая вещь Очень опасное утверждение Потому что это можно перейти Абсолютно на логику Наташи Но у меня ребенок болен Значит мне нужна эта комната Это элементарная логика Я вот разговаривал с одним артистом Малого театра Позавчера У которого родился четвертый ребенок Но первые двое детей Это одна жена И вторая другая Они живут в однокомнатной квартире Живут они С двумя детьми И он говорит, что моя жена Хочет, чтобы сейчас к нам переехал Мой ребенок от другого брака В эту же однокомнатную квартиру У него родился четвертый ребенок И понимаете Я сначала даже говорю Подожди Он говорит, что у нас есть кухня Там замечательный диван И она понимает Что я как бы Люблю своего сына Другого брака Он взрослый четвертый Я спросил Сколько лет Я не помню Он остался 14-16 И она говорит Хочет, чтобы Он переехал К нам Ты живешь с нами Где-то однокомнатную квартиру О! Да Это простая женщина Это интеллигенция Понимаете? Да И сиди со своим ребенком Не занимай чужую комнату Ты не имеешь права Претендовать вместе Со своим ребенком На чужую комнату То, что у тебя ребенок Не дает тебе права Зайти в чужую комнату Иначе Ты зайдешь в особняки В дворцы На этой логике У меня ребенок У меня двое А у вас Нету Тогда я займу ваше Исключаю Я на эту домик Подожди 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 Я как гимальчик Правда? Но Я только заодно Не надо оправдывать Все поступки Если я стану Наташей Но надо отнестись к ней Как к человеку с объемом Как относятся к сестрам Ко всем Там выискивают Все оттенки Тонкие мотивы И так далее А ее сразу Заряжают в мясорубку И начинают Проворачивать с первого А Понимаете Со стороны физиологической Бывают такие Искуски А их Искуски Стирали бы Искуски На ухаживаться Я правду Нет Вы знаете Там Я понимаю Скрепление Но Там есть одна проблема Очень сложная Которая Сейчас я вам объясню Это все разговоры А вот с актером Или я играл Что бы я играл Ну вот Андрею Почему он Женится на ней Чем она его поражила Что такое происходит Что Значит Вот ответьте мне Это его первая женщина Правильно Он не знает Не знает И ей достаточно было Сказать там Андрюшечка И так далее И он Конечно А почему Потому что Они его Отъединили От жизни Они его Теплично Воспитывали Он никуда не ходит Он все время Играет на скрипке Он ничего не знает И первая Вот эта вот Которая ему попалась Это Джульетта Это Джульетта И он врывается к ним Он так влюблен в нее Он говорит Вы несправедливы к ней А у нее Какое-то Совершенно должно быть Ветальное Женское Книже Конечно Но это Ветальное Я же говорю Самое Вот она Начало Сцена Она совершенно Трагическая Когда он Единственный раз Попробовал Саппризацию Когда он говорит Но ведь Это комнаты Андрюги Андрюшечка И вот Андрюшечка Да Она к нему подходит Она Правда И он А он же А брюзг Да Недаром же Он говорит Растолстел Да Кефир Она про кефир Говорит Забота Внимание Женская Ласка Нежность Очарование Конечно Совершенно Правда Но Мало того Тут же Книжный человек Книжный Тут же еще вопрос Не в том Что так просто сказать Знаешь Что первая женщина Мало Вопрос воспитания Вопрос Что они его готовили Специально Что они его отъединили Что они Он говорит Я пойду Я пойду к себе И поэтому они всерьез Они все не чувствуют опасности Они не чувствуют опасности Они же говорят Что он влюблен в нее Но это не может быть Она выходит за протопоку Значит так Судача Откуда взялся слух Что она выходит за протопоку Сейчас я буду злиться Как это нет В городе все знают Она выходит за протопоку А почему так решили Ну мало ли Что нужно решить Прогнал Подождите Дайте мне сказать Первую женщину В его жизни Он студентом был Он в Москве Где он учился Или в Петербурге Где он учился Какая первая женщина В публичном доме Нет Какие публичные Это не обязательно Он в Росе очень Какой Росе Никто не сошелся А это неизвестно А что если он в Москве был Представьте себе Мужчину Живущего вне дома В Москве В студенческом обществе Дого времени Уже достаточно свободного И у него первая женщина Вот эта девочка Что реперия Да вы что Рима Чтобы закончить наш Минной диалог Я вам скажу Что Сальвадор Гали был в центре Богемной жизни Парижа И первая его женщина Была Гала Она была его не первой Извините Тут Весь Воспоминания Его восприним Он сам об этом говорил Что он был девственником Как она его Этот Стоп 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 Да вообще Количество проезженных километров Учисленных существ И ни о чем Действительно Галочки на пружье Ну ладно Друзья Какие у нас вопросы У меня есть вопрос Да Давай Вы сказали Что актер должен играть тему Да Если я правильно вас услышала А последние минут 15 Мне показалось Что вы обсуждаете Психологические комплексы Персонажей Которые Насколько я поняла Выписаны Из каких-то реальных людей То есть якобы В жизни бывают такие люди Они выписаны здесь И рассматривались Они в этом разговоре Как я услышала Я точно услышала Но тем не менее С позицией каких-то Ну комплексов Комплексов Которые люди получили И они так или иначе Их как-то вот Так можно оправдывать Потому что комплексы такие Или сядь Можно оправдывать Комплексы такие Но тогда у меня вопрос Что вы называете темой Которой должен играть актер Потому что если для актера Тема это комплексы То мне кажется Что Это действительно будет Плоский чек Ну это я бы моё мнение Обновременно Во-первых Хотел бы говорить О стенограмме Прежиссёра Мне надо буквально Потому что если бы не Рим То я бы не включился В комплексы Но поскольку у нас Возникла дискуссия О прошлом Возникла дискуссия Но Нет Нет Повреди Нет 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 Тема надо Учить Этот персонаж В его комплексах В его жизни В его настрой Тема же Ниоткуда не возникает Это вы знаете Как у людей Которые С трамплина И нужен же разгон По земле И чем лучше Ты разгонишься Тем больше Ты парить В воздухе будешь Для того Ведь анализ Как и происходит Тема находится Она слышится Когда ты Разгоняешься По земле И как и прыгуны Знают Что высота прыжка Зависит От толчка От того Как ты толкнешься От земли Как ты попадешь На эту планку И вот для свободного Парения Нужен Значит Свободное парение Это нахождение Темы Фантазии Но для того Чтобы к ней Подойти Надо провести Вот этот вот Анализ по земле Всех Из всего Из чего состоит Из чего состоит Этот человек А он Как и я Как и вы Состоят из комплексов Если под комплексом Имеют ввиду Не капризы Какие-то Да И не болезни А просто Естественное Наше соотношение С действительностью С миром Ощущение себя Пространства Понимаете Оно же во многом Определяет Наше поведение И тут Под словом Комплекс Я не подразумеваю Что-то Болезненное Ну вот я Я сейчас пришел К вам Да Я много Репетировал Уже Ну как бы Зарапливать К этому Работу Режиссером Я могу Завтра Что я и сделаю Прийти китайцам И с ними Свободно Разговаривать Я не Испытываю Зажатости И даже Не испытываю И вы мне Помогаете Думать И я Испытываю Свою Свободу Да Но когда я был Молодым режиссером У меня был Жуткий комплекс И большинство Молодых режиссеров Хотят не свободны Потому что они Хотят Естественно Они боятся Они боятся Вот этих вот Людей Которые Их слушают Да От этого Они становятся Авторитарными Какими я был Да От этого Один сильно В этом комплексе Другой немножко Но он все равно Существует Все равно Когда ты Мальчишка Приходишь Репетироваться Знаменит Это Нет Замехи Потом расскажи Какого Гениально Говорил один Репетировал Как он С Толубевым Репетировал Он ему что-то Сказал Ему не понравилось С отцом Толубевым Ушел На следующий Репетировал Репетировал На вторую Не приходит На третью Ну вы придете Не звоните Он говорит Приду Приходит В пиджаке На котором Звезда Героя И говорит Да Так что На прошлой Репетировал Это же Естественно Да Это естественно И в футболе И в жизни И в спорте Да Поэтому Я не имею ввиду Комплексы Как болезненные Какие-то вещи А просто Естественно Вот ниточки Которые нас Соединяют С миром Для того Чтобы обнаружить Эту тему Да Надо Для этого И нужен Анализ Так что Начинается Синтез Да Надо разъять На части Ну что Делаешь Анализ Это ведь Разъединение Расчленение Для того Чтобы Сначала Ты разъединяешь Все А потом Соединяешь Так Когда находишь Тему И находишь Как это Соединить Вместе Так и Хероп Делает Он В общем Там Покопается Все разъединить Все лишнее Отбросит Главное Вытянет И Сочет Да И найдет Это Вот Собственно Говоря Тема Из этого Возникает Это Не противоречит Одному Другому Потому что Откуда Она Может Возникнуть И Ну Вот Например Ну Это Одна Из Тем Которую Может Играть Оргия Стоицизм Понимаете Вот Стоицизм Но Для Этого Надо Понять Через Что Она Проходит Через Какие Кубницы А у нее Масса Кубниц Она С Этого Начинает Что Я Тетради Каждый День Ведь Это Голова Болит Ну Слово Комплекс Это Неправильное Слово Я Не Имел В 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 М Слово Расскалывается Голова Проверить 90 Тетради Я До Сек Не Понимаю Учителей Или Это С Ума Сойти Можно С Ума Вот Одинаковые Сочинения На Тему Это И Надо Подчеркивать Там Не А А О Не О А И Так Далее Это же Реальность Это Реальность Она Она говорит, сегодня я не иду в гимназию. С этого начинается так. Сегодня я не иду в гимназию, я чувствую себя хорошо. Поэтому тема, для того, чтобы обнаружить тему, которую должен играть, а вот что значит дальше? Дальше, значит, надо протягивать эту тему, потому что если ее сбить, хотя вот поймите, там что-то вырвано, я бы не хотел выглядеть, зарабатывать лаври, неспровергать его. Потому что может вырванная фраза, говорит, что Александр Четович, там как-то я не знаю, хотя я его книжку не очень читаю. Нет, он был великий режиссер, я люблю такие страты, но просто у меня другой человек, который на меня сильно произойдет впечатление, его театр другой. Ну, понимаете, тема не сыграешь. Если я взял это, да, ну, за основу, как бы вот и отсюда, то с чего-то же начинается. Таня вся, тарарарай, тарарай, тарарай. Если я взял, что я не согласен с Гершининым, тогда я не могу это, я вот не знаю дальше, куда вести тему. А когда я говорю, что начинается вот и с того, что она счастлива, там же вся роль с этого начинается. Он заходит, он вообще ничего не видит, да? Он же даже не заметил, что тут много цветов, он заметил в конце сцены. Он говорит, и вдруг он всех узнал, а потом говорит, вот какой-то дурак подошел, и говорит, вот ваше лицо мне знакомо, да? А она хотела уходить. Но и тема начинается с того, что я остаюсь. И вот дальше можно и ее петь, ее протягивать до конца, понимаете? А если по этой теме я имею в виду правильное нахождение мелодии, которую потом надо расширять, но это не значит, что она будет развиваться все время по нарастающей крещенке. Она может уходить в сторону, в сторону, но в общем она должна развиваться, конечно, и до самого финала, и до прощания с ней. По сути, у нее роль начинается с момента его прихода и кончается моментом его ухода. Вот это, но тут просто комплексы. А куда песни? Еще что? Да, да. О чем бы вы сегодня ставили «Три сестры»? Какую тему бы вы выбрали? Как режиссер, ну, тема спектакля, не артет? Ну, вот общую, не можем. Не знаю. Тема всего спектакля, да? Да. Ну, можно, конечно, подумать, там кое-что все время. Это одно и то же. Как еще раз, это все на этаже пьеса. Одну и то же книгу, вот. Ну, с вариацией. Это вариацией. Сейчас бы не знаю. Просто не знаю, потому что иногда очень трудно. Вот я поставил «Вещневый сад» свою первую, да? Потом поставил три спектакля «Вещневый сад». Все были вариации на одно и то же. Только в последнем спектакле в «Амхате» хороший или плохой, вопрос другой. Я сумел полностью уйти от первого спектакля. А то поставил три спектакля с разными художниками, на разных языках. Но это были вариации на один и тот же спектакль. Что вообще не страшно сегодня? Это у нас так. А почему Манес Токсен написал в разном освещении? Аленуары, спины, одной и той же дамы, тот же Дали, галу во всех своих. Это не страшно, что вариации. Другое дело, что у тебя есть потребность уйти, чтобы не повторяться. И ты счастлив, когда находишь другой поворот. Потому что там я ставил про жизнь, а этот последний вешний сад ставил про жизнь пьесы. Про что-то совсем другое, а не про жизнь. А сейчас мог ли я бы повернуть, как повернуть три сестры, я просто не думал. Чтобы уйти от того разбора, который мы сегодня делали. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вид или место быть такая мысль, что Ирина – это дочь Чебутыкина? О, известно. Почему нет, я не знаю. Я знаю. Мне это было неинтересно. Но то, что он любил покойную мать, и что он с этими девочками. Да, я не знаю. То есть, вообще нет. Но это как-то... Я не знаю, настолько ли это существенно. Понимаете? То, что у Чехова так это как-то... Но я могу рассказать с этим, если есть еще у нас 5 минут, да? Я расскажу замечательную репетицию. Первый я ставил отрисов с трейд. И Чебутыкин играл замечательный артист Юрий Ярин. Вы его знаете по фильму Тарковского «Солярис» и «Королир». «Королир», да. Ну, «Королир», да, вот, «Солярис» замечательно. Артист, конечно, уникальный, редкий. И вот он играл Чебутыкина. Очень хорошо играл. У него была вообще такая манера. У нас вот артисты очень советую на это трудно копировать. Он всегда играл так, как будто он 7 секунд ведет со сцены. Это потрясающее было. И от этого ты не отводил, а ты не угла, только не уходил. Это ужасно, когда артист выходит, я вышел играть. А он мне вот сказал, и он как будто себе не уходил. Но, настал нам черед рифтировать монолог с нами. Вот его, когда он пьяный, да, во время пожара, «Мама так, мама», где он распевает часы. А у нас декорации, там, почти был пуст, там ставили часы, которые много оставили, он что-то должен распевать. А он распевает, там же человек, где-то, 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 где-то. И вот, он говорит, я сделаю этот монолог, и, по словам, я вижу, сбегает, не хочет этот монолог. Ну, не хочет. Ладно, я назначаю болево, вот рептится этому. Он приходит, он с порфейом сюда ходил, и винился, что-то, я вижу, ну, не хочет рептировать. Спрашивает меня одно, другое. А почему это, где-то, 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 тут морщится, это, я знаю. Ладно, второй раз вызывает, не хочет рептирует. Я никак не пойму ничего. И вдруг, а он, знаете, чисто любивый артист был, он самый главный вопрос задавал уходя. И англичицы тоже. Вот он при всех тебя стеснялся спрашивать, вот видите комплексы. Вот он знаменитый, он стеснялся при всех задавать вопросы. А вот даже когда за столом, ну, первая рептиция, вот все уходят, рептиция закончена, да, все уходят, и он так уходит, проходя мимо тебя, говорит, и самый главный вопрос задает. А так сидит, молчит. И вдруг он так, так спрят, говорит, о чем он в этой комнате, говорит этот монарок. Но отшутиться нельзя. Знаете, как режиссер сейчас шутит, если бы он за кулисами это говорил. Я понимаю, что какая-то ситуация, он не дурачится, ему это нужно. Почему? Он же ходит по дому, кричит. И я ему говорю, Юрий, видите, честно, вот эти часы вывезены из комнаты в Москву стоят. И эти часы стоят в той комнате, где ты объяснялся с мамой с сестьем. Он говорит, я приготовлю три варианта, на следующую птицу он показывает. Шел на третьей птице, замечательно. Замечательно. И там, вот такой момент, я придумал, не хорошо придумал, а он гениально сыграл. Он брал эти часы, становился на стол и специально вот так вот их отпускал. Мне разговаривали, что вы сделали? Мама? Так, мама. Может быть. Ну, я не знаю. Это зависит, как вы выстроитесь. Но то, что это есть, хотя сам я это ужасно боюсь. Боюсь, потому что я видел в ФРГ спектакль, где в интимных отношениях были Гайя и Фирс, ранее в интимных отношениях с Петей и Шарлотой. Это все легко сделают. Понимаете? Это все не брали. А, реплик, они эти брючки надели. А, ну все, теперь мы сделали Гайбу и Фирс. Понятно. Идите спать. Когда же спать? Фирс говорит, да? Да, это невеже, понимаете? Это очень легко сделают. Ну, вот говорит Фирс. Леонид Андреевич, когда же спать? Ну, все, он сыграл. Леонид, когда же спать? Иду, 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 иду. Поэтому, я не знаю, это возможно. У Чехова есть этот намек. Ну, ясно, что он одинок. Ну, я знаю, еще и реплик, как там говорит Ирина Сергеевна, идите сюда, да? Ну, во втором акте, что он хочет, чтобы она была в ней, же подарки делает на день рождения. Ну, я прекрасно себе представляю эту историю без этого. Что человек пригретый у дома, одинокий, для которого этот дом и эти дети стали второй семьей. И когда умер отец, он почувствовал и ответственность, и самому деваться некуда, и он как перекатит воли, и у него смысл жизни стали составлять. Не обязательно, что ты его обращаешь. Может быть, даже это слишком сделает, сужает тело. Может быть, но зависит, как все. Все? Можете еще? Да. Пожалуйста. Вы вначале сказали, что вы начали ответ на вопрос, зачем вы начали это можно делать? Да знаю. Ну, что-то Зинави говорит, я нашел. Да, я вам скажу, потому что я не хочу преувеличивать воспитательную роль театра, но не хочу и преимущества. Поэтому я для себя ответ такой нашел. Ну, как мы все жизнью живем? Мы же живем, стремясь к некоторому душевному и прочему комфорту. Живем, как больные радикулиты. Ну, стремимся занять то положение, где нам не болит, да? Так повернешься, болит. Так повернешься. Значит, мы интуитивно стремимся занять в пространстве жизни какое-то положение, где не слишком больно, да? Ну вот. То есть статичное положение. Что театр может, наверное, должен вывести человека, выводить, стараться выводить из состояния душевной статики и переводить в состояние душевной динамики. Вот и все. Кто там находится в таком благополучном мире? А? Очень хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.